Всем привет! Короче, сегодня будем есть пельмени. Вот такие пельмени сегодня будем пробовать. Мне аж самому интересно. Редко я покупаю полуфабрикаты, взял несколько видов. Будем смотреть, стоит это покупать или нет, и пробовать. И будем готовить их разными способами. И я покажу свой любимый способ, как я ем пельмени. Первая тройка кандидатов у нас будет сливочные, по-сибирски и ермолинские. И еще мне было всегда интересно, что будет, если приготовить пельмени в аэрогриле. Сейчас мы это тоже проверим. Короче, первая тройка кандидатов пошла. Варю я пельмени обычно 5 минут после всплытия. Перед тем, как пробовать, покажу свой способ, как вкусно есть пельмени. Советский дедушки способ. Бульон от пельменей наливаем, один половник. Два зубчика чеснока туда же, в этот бульон. Также на пробу взял майонез и сметану. Первый кандидат у нас пельменей по-сибирски. На сайте написано, что там говядина, курица. Ну, цена что-то подозрительно дешевая. 200 рублей за килограмм. 201 рубль, если быть точнее. Сейчас попробуем. Подозрительно дешевая цена. Что мы видим? Парш мы видим? Что тут еще можно увидеть? Сейчас будем пробовать. Сейчас отдельное тесто. Тесто неплохое. Ну, парш так себе разваливается во рту. Такой на троечку. Пока не с чем сравнить 6 баллов из 10. С моим супер соусом попробуем. С моим супер соусом проверенным другое дело. Ну, как главный тестер будешь пробовать? Ну, а этому все нравится. Следующий кандидат пельмени Ермолинские. В составе написано также говядина, свинина, мясо птицы. Ну, фарш как будто все тот же. Сейчас попробуем на вкус. Здесь фарш поприятнее. Тот был какой-то рыхлый. За соусом. Вот эти вкуснее. Вот этим ставлю 7 из 10 пока что. Дадим главному тестеру. Следующий кандидат. Сливочные, самые дорогие и мажорские. 322 рубля целых за килограмм. Посмотрим, что там внутри. Мажор уже немножко другой на вид. Как будто куриный. Пробуем. Вкусно, но Ермолинские все равно, мне кажется, даже повкуснее будут, хоть и дешевле. Довольно-таки неплохо. 6,5 Ермолинские пока выиграют. Все съел, что ли? Посмотрим, что стало с пельменями после аэрогриля. 15 минут 180 градусов. Мясо готово, а тесто суховато. Ну, такое можно похрустеть. Как чего пили, да? Суховато немножко. Следующий раз попробую уже вареный туда закинуть. Может, будут по этому. Ну, вы поняли. Попробуем, кстати, и майонез тоже ни разу не пробовал. Афь Ермолина. Опачки. Майонез вкусный, но дорогой. Он что-то рублей 80 стоит, можно дешевле взять. Но вкусный, как Ежика по вкусу. Если кто не пробовал Ежика, вот мой любимый, вот это на втором месте. Следующие кандидаты это Сытные, Добрые и Классические. Понемножку закидываем на пробу. Следующие участники нашего шоу это Сытные, Добрые и Классические. Начнем, пожалуй, с Добрых. Вот эти маленькие Добрые называются. Ну, фарш как фарш. Фарш как фарш. И не больше. Вкусный, как я понял, это такой вариант для детей. Фарш на вкус как... Не как Ермолинских, а вот первый, который мы пробовали. Сибирских. Сибирские какие-то, да. Ермолинских лучше фарша. Такой для детей вариант, мини-пельмешки. Телевон для вот таких вот детей. Амазик, кстати, топовый. Я распробовал с ним вообще великолепно. Кстати, забыл сказать, стоят они примерно одинаково. Все эти 224 рубля за килограмм. Следующий, добрый. И еще, смотрите, разница какая. Все они разные по форме. Вообще, каждый пельменник у своего разная форма. Вот эти. Такая более классическая, привычная для нас форма. Фарш такой же, как и предыдущих. И по составу у них у всех было написано свинина, говядина, мясо птицы. Вообще у всех практически. Про такие пельмени я бы сказал, третий сорт не брат. Если очень голодные, можно съесть, но можно выбрать получше. У них те же сливочные или Ермолинские. Ну или пожарить их, вообще классно будет. Следующие классические. 212 рублей за килограмм. Фарш мы видим. Ну здесь уже фарш такой. Посмотрим отличия. Да хотя нет, то же самое, что и в предыдущих. По виду. Сейчас по вкусу попробуем. Какой-то одинаковый. Что эти, что те. Конечно, дорогая она. Если бы не обзор, жаба бы меня задавила купить. Ну, надеюсь, что вкусная. 4 рублей 90 она стоит что-то. Ну такая, смотрите. Обычно сметану покупаешь, делаешь вот так вот, и она вся вытекает. Согласитесь, есть же такое. А здесь хотя 15 процентов. Я переворачиваю, и она никуда не девается. Ложка стоит, как говорится. А главное, чтобы стояла. Попробуем ее на вкус. Ну на внешний вид мне она уже нравится, я вам скажу. Сметанка топ. Дорогая, но топ. Да если уже вареные пельмени в аэрогриль отправить, будут ли они вкуснее? Появится ли корочка? Итак, последние наши участники эстапеты нашей отборные и фирменные. И еще посмотрим, как получились пельмени уже вареные в аэрогриле. Ну вот эти уже поинтереснее выглядят, не такие подгоревшие. Под вареные в аэрогриль можно закинуть. Итак, попробуем последние два вида и будем пробовать хинкари. Первые отборные. Вот такие они, самые большие. Написано говядина и мясо курицы. Ну фарш, как обычно. Там у одних какой-то отличался фарш, а у с иных. В сливочных он отличался. Чуть-чуть пересоленные они, кстати. Хотя воду и не подсалило бы. Рыхловато немного фарш. Ну да, он такой. Может сметана спасет? Пять из десяти. Может быть пять с половиной. Ну-ка, а ты что скажешь? Уже нет ничего. А вот эти фирменные, последние, что мы попробуем и будем пробовать хинкалой. Хинкалой. Хинкал. О, ну здесь фарш не такой рыхлый. Сразу вижу, тесто отличается. Оно что-то желтовато немного, как у ермолинских. Видать, с добавлением яйца, а то пресно. Вот эти поприятнее. Короче, пельмени. Самые вкусные, сделаю вывод из пельмени, потом будем пробовать хинкалей. Самые вкусные это ермолинские и сливочные. Это восемь из десяти. А вот эти все шесть, пять из десяти, где-то так. Ермолинские берите, цена-качество. Ну и те маленькие для детей можете взять. Пришло время наших финалистов. Хинкалей Ермолинский и Хинкалей Шах. Одни чуть побольше, другие поменьше. Закидывает. И наши финалисты. Хинкалей Ермолина и Хинкалей Шах. Поменьше и побольше. В составе все та же курица, говядина, свинина. Только размеры отличаются. Сейчас посмотрим, что внутри. Только где хвостики? Где те самые хинкалей? А? Как их держать и есть? Не. Не дело, не дело. Начнем с больших. Ну сразу видно, уже сок присутствует. Ну да. Тест на соки. Ну. Попробуем. Руками, как полагается, будем есть. Сока не густо. Ну зелень, зелень. Вы видите, зелень тут появилась. Фарш уже отличается от пельменного. Укроп тут или кинза. Не поймешь, что. Уже поинтереснее, чем пельмени. Но до настоящих хинкалов им далеко еще расти, расти. Ставьте лайки. Покажу, как делать нормальные хинкалы, пельмени. Попробуем другие ермолинские хинкалы. Хинкалы чип. Посмотрим. То же самое. И цена у них 220 и 210 рублей, что ли, отличаются за килограмм. Начинка та же самая, короче. Разный размер. Это народ поменьше, это народ побольше. Ну наелся, ребята, вообще этими пельменями, хинкалочами. Давайте, пишите, что еще. На что снять обзор или что приготовить. Ставьте лайки, если хотите, чтобы я приготовил оригинальные вкусные хинкалы. Хинкали. Хинкали. Как они правильно? Хинкали. Ну вы поняли, хинкали, короче, и пельменитосы. По своему фирменному рецепту. А это все так. Если нет, то время не готовить реально. Вот такой я сделаю вывод. И по поводу майонеза. Майонез зачетный. Сметана зачетная, но дорогая. Майонез вкусный. Буду брать. Хотя я майонеза тоже делаю. Самотайся, она ты что скажешь. Все, давай, прощайся. Продолжение следует...